Всем привет! Завершил проектировку и сборку новой рамы под трёхдюймовые пропеллеры. Можете заценить нового релитуна. При создании данной рамы использовал некоторые не совсем стандартные решения. В частности, нижняя пластина квадрокоптера выполнена из листа карбона толщиной 5 мм. Это позволило в углублениях основания разместить некоторые из элементов квадрокоптера. Так, в углублении в передней части разместил сборку из конденсаторов. В средней части под полётным контроллером поисковый маячок. Управление маячком вывел на обратную сторону. Можете видеть выключатель и бузер. И в углублении в задней части квадрокоптера размещен приём. Дополнительно укрепил переднюю часть квадрокоптера. За счёт погружения передних стоек на 4 мм в нижнюю пластину. Вот таким вот образом. С этой стороны, соответственно. и сзади. А также за счёт того, что держатель камеры упирается в специальные выступы в нижней и верхних пластинах. Вес квадрокоптера достаточно небольшой. 161 грамм. Аналог. Аналоговая модель на 3-дюймовых пропеллерах. 161 грамм. Аккумулятор квадрокоптера крепится к верхней пластине. Для того, чтобы он не скользил, декоративная накладка выступает с обратной стороны выступами наверх. Вот сверху видны эти выступы. Вот таким вот образом. А также она позволяет скрыть провода, чтобы они не мешали нормальному прижатию аккумулятора к верхней пластине. То есть это происходит вот таким вот образом. Так, ну вот бузер орёт. Было слышно. С обратной стороны он немножко подсвечивается. Теперь отключим питание и подождём срабатывания бузера. Ждём сработки бузера. Предположим, что... Вот бузер сработал. Отключение возможно либо зубочисткой, либо маленьким ключиком. Я это делаю почтовым ключом. Он сюда нормально проходит и отключает бузер. А что? Эй да! Маим срабатывируйте с Griff pseudоприотом по всему миру! Итак, теперь просто... Без ее распространения... Ну, давайте Kayla Bay. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok